Следующий пункт очень важный, это уже коснемся клиента, это индивидуальное решение для клиента. Если у вас много различных форматов работы, много различных видов консультаций, мастер-классов, записей и так далее, то вы уже как хороший продавец можете для каждого клиента создать и составить именно свой уникальный план действий. Это очень большое дело, потому что все мы разные, на сегодняшний момент информация о некоторых вопросах, ее можно найти в интернете. Кто-то считает, что он уже в этом вопросе хорошо разбирается, с фигурой разобрался, а вот ему нужен цвет, кто-то наоборот и так далее. Конечно, то, что выложено в интернете, это, скажем так, ошметки, обрывки и так далее, с системной информацией это не сравнить, но все равно, скажем так, клиент, если он уверен, что он это знает, то можно пока его оставить в покое, пока он сам не созреет, не осознает, что у него эта ниша, скажем, еще не реализована. И можно начать именно с тех мест, которые им осознаны как потребность, и все начинается, конечно же, с подробного изучения потребности, мотивации и представления о результате клиента, то есть что он хочет, что он готов, скажем, как он себе представляет определенный результат вашей работы. Поэтому, если у вас есть желание и время изучить, расспросить в различных форматах, в виде анкеты, в виде живых встреч, узнать, что хочет получить человек, это прекрасный задел для того, чтобы предложить ему индивидуальное решение, индивидуальный план, индивидуальный формат консультации, индивидуальный алгоритм работы и так далее. Это, в общем-то, на это не нужно жалеть времени, я не говорю о том, чтобы все посвятить, все бросить и только сидеть слушать. Нет, постараться в удобном формате для себя собрать эту информацию, потому что в этом случае вы можете осчастливить человека именно вот настолько, насколько ему нужно на данный момент времени, именно в том формате, как это важно ему. Мы вот на занятии по психоэкологии, девчонки не дадут соврать, говорили о том, Екатерина нам давала такую интересную цифру, она говорила о том, что можно дать максимум на 10% больше информации, чем человек готов воспринять. Но если уже больше, то есть если вот эта добавка, вот этот перебор будет больше, то человеку уже как бы восприятие и переработка этой информации гораздо менее продуктивной будет. Поэтому вот для того, чтобы прочувствовать, сколько вешать в граммах и как составить вот такой вот, знаете, у меня такая ассоциация, если вы помните наши детские какие-то игры, где мы фишками ходили вот определенной там дорогой, вот здесь идешь вот один, два, три, четыре, вот по шагам там, сколько выпадало тебе там, пять шагов, и ты пошел, значит, такое поле, там, картонка игры, и вот фишками как-то двигались. То здесь, и там несколько дорог было, нужно отсюда дойти туда. Так вот для каждого клиента можно выстроить из ваших консультаций отдельный алгоритм движения вот к цели, к его. Более того, может определенный разный набор целей быть. И, в общем-то, если вы об этом позаботитесь и продумаете, как конкретно вам это сделать, то это будет огромный ресурс тоже для успешности в профессии. Что касается курса, алгоритмы работы старые и новые. Вот, например, мы сегодня говорили про персональный код внешности. Это старый алгоритм работы. Он хорош, он удобен, и мы его не отрицаем, он прекрасен, потому что он дает возможность разложить внешность на элементы, подойти с точки зрения дизайна к внешности, цвет, линии, характер линии, контрастность, форма и так далее. И самое интересное, что современные специалисты не все еще даже этот алгоритм знают. У нас есть новый алгоритм, который помогает в целом вычислить стилевой типаж, и дальше все вытекает из целого. Вытекают особенности характера линии, особенности принтов, особенности силуэтов. То есть это, скажем, два встречных направления. На самом деле нужно владеть и тем, и другим. Именно поэтому на курсе мы не отрицаем это. Я не говорю, что только так идите, только вот этой дорогой. И если кому-то удобен формат персонального кода внешности, формула стиля, нет проблем, ходите оттуда. То есть если вам угодно справа к этому вопросу подойти, значит это ваш метод. Если вам удобно по-новому слева, если вы это видите, чувствуете, понимаете, значит идем так. В идеале нужно владеть и тем, и другим. Тогда вы видите одновременно и элементы, из которых состоит внешность, и в целом человека. То есть как режиссер видит определенного актера и знает, какие роли ему можно предложить. Вот этой женщине мы можем предложить сыграть снежную королеву. Вот эта вот прекрасная принцесса, эта золушка и так далее. То есть вы уже идете от целостного образа и дальше реализуете его в деталях. Следующий момент, как я уже и говорил, сравниваем, смотрим, что будет работать конкретно у вас. Находим свой алгоритм работы с учетом того, что у вас работает лучше всего, что у вас и ваших клиентов дает наибольшие и наилучшие результаты. Это подход именно к созданию индивидуального алгоритма.